Всем привет, друзья! С вами Доминиров, и сегодня я расскажу, сколько будут стоить скины из Reforged коллекции. Как вы видите, я уже взял 411 уровней. Сегодня посмотрим, что сколько будет стоить, что лучше закупить, как там проинвестировать и как это все дело затредить. Наконец-то мы возвращаемся с вами на YouTube с роликами. Прям их совсем нет. Вот сейчас буду потихонечку их заливать. Ребят, также не забывайте обязательно подписаться на мой Twitch. Есть QR-код, вот он, и также будет ссылочка в описании. Именно там я провожу свои трансляции, там мы раздаем промокоды, и скоро, я думаю, буду проводить прокачку инвентаря очередного из подписчиков. Буду выбирать именно оттуда. Поэтому как-то так. Давайте покажу, что мне выпало из Reforged коллекции. Все, кстати, снимаю одним дублем, без какого-то монтажа. По большей степени это именно разговорный ролик. Чисто, чтобы с вами пообщаться давно не виделись, скажем так. Короче, у меня, получается, здесь должно быть 5 пар перчаток. Из них двое это Gangsters, это зеленые перчатки и синие. Один контейнер я не открывал. Я хочу посмотреть, сколько он будет стоить на рынке и уже открою. Само собой, конечно же, оставлять вот эти контейнеры намного выгоднее. Я хотел себе вот эти перчатки, кстати, Спектрал, но они не выпали. Выгоднее оставлять эти контейнеры для того, чтобы их продать. Потому что, если мы с вами зайдем на рынок и посмотрим, то предыдущая коллекция, Фансан, здесь дороже всего выходит именно этот ножевой кейс, нежели самый дорогой ножик. То есть, самый дорогой это Керамбит, 1700 голды. А эта байда стоит 1900, и даже если вы ее купите и откроете, не факт, что она вам принесет какой-то нормальный ножик. Скорее всего, дропнется какая-нибудь параж там за 500 голды, и вы будете сидеть в тильте. Поэтому лучше оставляйте эти контейнеры, это того стоит. Давайте пройдемся уже непосредственно по скинам. Так, что у нас здесь есть? Сейчас я камбэкну все назад. Если у меня это получится сделать, конечно. Очень много уровней, 400 уровней. Считайте, красную медаль взял, очень много денег на это ушло. Напишите в комментариях, до какого уровня дошли именно вы. Что вам выпало? Я видел, у кого-то на восьмом уровне выпал статрековский коллаж, 12-й. Вот этот. Мне, к сожалению, не выпало совсем ничего. Что мы имеем по стоимости? Исходя из того, что сейчас уже со следующего обновления будет аренда скинов, очевидно, что цена всех скинов будет ниже. Поэтому давайте смотреть. Как бы я оценил весь этот комплект рарок? То есть этого ФАМАСа, этой МП-7. Как бы, наверное, по стоимости это где-то выходило бы 0.40, 0.60 голды. Мне кажется, даже будет еще ниже. Несмотря на то, что пас достаточно дорогой, я думаю, что предел этим скинам 0.60, 0.70 голды. Обычная версия статрековская, где-то 2-4 голды будет. Само собой, чем оружие востребований, тем дороже оно выходит. Условно, ФАМАС или 5.7 будет подороже, чем другие девайсы. Хотя я видел, кстати, сейчас часто с беретами играют. Но не суть. По стоимости все рарки можно оценить до 0.70. Обычная статрековская 2-3 голды. Эпик. Классный, реально классный Тек-9. Под перчатки гангстер хорошо подойдет. Я бы ему дал в обычной версии 2-4 голды. Статрековскую я бы хотя бы за десятку впарил. Классно смотрится. И можно классные сеты с ним собирать. Дальше у нас идет Асвал. С Асвалом здесь все не так однозначно. Скин такой, какой-то, не знаю, геометрический по большей степени. Ничего в нем примечательного нет. Он там особо как-то круто не смотрится. Хотя вот синий скин, кому нравится синий скин, и нормально. Обычная версия. 7-15 голды только из-за того, что Асвал пользуется популярностью. Это основное оружие практически за ту сумму, которую оно есть. Статрековскую версию, ну прям край 20. 25 голды. Это вот прям даже много, мне кажется, будет. Я уверен, что все цены будут куда ниже. Но вот это лично моя оценка. Статрек версия 20-25 голды. Дальше. Это М40. М40 это вообще забейте. По стоимости будет куда ниже. Обычная версия 4-6 голды. Статрековская 15, даже 10, мне кажется. Но очень дешевый будет, короче, скин. Он себе какой-то непримечательный, поэтому бесполезный. ФБМ. Я не видел, чтобы часто кто-то пользовался ФБМами. Скин сам по себе крутой. Тоже под перчатки Гангстер хорошо подойдет. Классный такой асфальтовый цвет. Мне очень нравится. Но, тем не менее, стоимость его будет... Обычная версия порядка 10-15. Ну, край 20 голды. Легендарка. Статрековская 40-50. И только потому, что это легендарка, пацаны. Ну, вот. Потому что на них уровень выпадения ниже. Поэтому ее будет меньше в игре. Соответственно, они будут подороже. Дальше это М4. Вот М4 будет подороже. Очевидно, потому что ей пользуются. Потому что это сама по себе М4. Она легендарная. Обычную версию я бы также продавал 30-40 голды максимум. Хотя, мне кажется, на рынок он выйдет где-то там 20-25. Но статрековскую можно даже где-то за 70-100 выставлять. И будет ок. Само собой, со временем эти скины будут расти. Потому что их будет меньше в инвентарях. Какие-то инвентарии с этими скинами будут банить. Соответственно, их будет намного меньше по рынку, чем будет во время выхода. Как думаете, сколько стоит эта М4? Она прикольненькая, такая зеленая. Если, в принципе, наклеить сюда зеленые наклейки и взять классные перчатки, будет круто. Дальше. Что у нас дальше? Это P350. P350 легендарочка. Под средственный скин ни одной из статреков с кем не выпало. Выглядит он хорошо. Такой золотой. Под какие-нибудь хорошие, интересные золотые перчатки подойдет. Но все равно. Обычная версия 20 голды максимум. Статрековская 60-70, я полагаю. Несмотря на то, что это легендарка. Ну, P350. Там есть другие варианты, и они особо недорогие. AKR-12. Вот это мета. Это, наверное, то, ради чего мы здесь сегодня собрались. Здесь мы имеем с вами обычный скин на востребованный девайс. Классно смотрится. Напишите, кстати, в комментариях, где вы видели похожий. Мне напоминает он MQ Void частично, да, какими-то текстурами. Или там был еще авик такой огненный. Я уже не помню, как он называется в кэске, но очень-очень даже похож. Напишите в комментариях, как называется этот AVM. Обычную версию можно было бы продавать в пределах тысячи голды. Статрековскую я бы выставлял за 5, 6, даже 7 тысяч голды. Потому что это востребованный девайс. Это хороший скин. Он крутой. И это еще и Аркана. Аркановских AKR-12 в нашей игре, ну, немного. Давайте посмотрим, кстати, сколько их вообще есть. Ребят, сразу говорю, ролик достаточно затяжной будет. Поэтому запаститесь терпением. Статрековский AKR-12 Аркан у нас всего один. Это будет вот второй. Поэтому ценник я ему могу вообще пророчить. Очень даже неплохой. Я говорю, он выглядит даже круто. На уровне с Риотом и Реалган. Мне он нравится. Так, ну и AVM. Блин, кстати, классный паттерн. 329-й, такой голубенький получается авик. Я держал его в руках. Мне он не понравился. То, что он Аркановский, круто. Кстати, если вы посмотрите вот здесь, на этой линзе, в прицеле, вы увидите улицу. Вы видите? Вы же ее видите, да? Короче. Если бы у меня еще не вырубился микрофон во время записи, было бы потрясающе. Извиняюсь, что эти 10-15 секунд вы провели в одиночестве. Но, тем не менее. Короче, поэтому AVM конкретики не могу дать. Он постоянно с меняющимися флотами. Здесь их надо подбирать, смотреть. Но, в основном, меняется только голубая текстура. Я думаю, что все будет зависеть от паттерна. Возможно, мне покажут какой-то крутой паттерн этого авика. Но я бы дал обычной версии не больше. Также 700 голды. 800. Предел 1000. Статрековскую также где-то за 2500-3000 я бы выставлял. Дальше у нас идут наклейки. По наклейкам, кстати, крутые наклейки в этот раз свели. Мне они нравятся. Давайте посмотрим. Рарка, Брутал. Можете по ценнику сразу себе ставить не больше 5-6 голды. Их очень много. Это рарка, это база. Мне кажется, в моем инвентаре их штук 50 уже есть. То же самое я могу отнести и к остальным раркам. Они все будут в диапазоне 5-10 голды. Не больше того, даже эпики будут меньше 10 голды стоить. Вот такие, как вот этот Гоев, вот эта фигня. Вот это уже будет поинтереснее, потому что она металлическая. Она прикольно должна смотреться. Она тоненькая, на какие-то пистолеты хорошо пойдет. Ну, тоже примерно 10 голды. Легендарки уже у нас покруче. 25-35 голды. Почему такой низкий прайс, спросите вы? Да потому что этих пассов, считайте, очень-очень много. Наклеек в нашей игре прям дофига. Никому они не нужны, их кто-то покупает. Ну, чтобы они прям вот так вот росли, ну, такого нету. Дальше. Вот эта наклеечка очень мне нравится. Эта наклейка Велдинг. Я ей лично бы дал 30-45-50 голды. Я бы даже дал намного выше. Я бы ее оценивал где-то в 100-150. Ну, по факту она выйдет где-то в 30-40 голды, не больше. Вот эта легендарочка будет стоить то же самое. 25-35 голды. Потому что очень много наклеек. Они падают. Люди с бесплатного пасса выбивают. Еще и даже не с одного аккаунта. Хотя по себе наклейка очень крутая. Как бы, если бы я давал ей стоимость, ну, я бы закинул там 150-200 голды. Круто она смотрится. И арканы. Блин, крутые арканы. 450-550 голды. Это база для наших последних аркан, которые выходят сейчас на рынок. Если вы посмотрите, они выходят с достаточно таким минимальным прайсом. Это классная аркана. Мне очень нравится. Я их буду закупать в большом количестве. Рекомендую. 450-550 голды. Вот эта аркана будет дешевле, как по мне. Да, прикольное сердце механическое двигается. Ну, 400 голды от силы. Соответственно, по наклейкам мы прошлись. У нас здесь все. Кейсы у нас не продаются. Брелоки, брелоки, брелоки. Чармики. По чармам тоже все, опять же, неоднозначно. Для того, чтобы понять, сколько это может быть стоить, давайте просто зайдем в фильтр. Выберем паз, который выходил примерно такой же стоимости. Поставим фильтр и получаем те же самые цены, которые вы получите и в этом пазе. Ну, вот за исключением наклеек. Мне кажется, наклейки должны все-таки подороже выходить. Но все равно, вон 230-200 наклеек аркана. Ну, это вообще стыдно. Это ни о чем. Вот столько, мне кажется, будут стоить рарки. И вы можете вот даже сами вот так взять, зайти, фильтр поставить и просто проанализировать, что сколько стоит. Базовые брелоки не больше 10 голды. Эпики тоже до 15 голды. Леги до 30-40 голды. Какие-то хорошие леги есть. Чибики, ну, вы вот сами видите, как они выходят. Здесь очень грустный паз получается у нас. Так, где у нас еще раз чибики? Вот у нас чибики. Всем раркам не больше 10 голды. Все эпики не больше 15. Леги до 30. Арканы 150-200 голды максимум. Потому что они никому не нужны. Все самые крутые брелки уже вышли. А пока круче еще не выпускали. Поэтому это бесполезно что-то здесь смотреть. Давайте лучше перейдем к перчаткам. Какие будут самые дешевые перчатки, по моему мнению? Кстати, тоже напишите в комментариях. И если вы досмотрели это видео до этого момента, вот прям сейчас пишите свой айдишник. Я среди рандомных счастливчиков выберу, кому подарю промокод. За то, что вы смотрите этот ролик. За то, что вы целых 13 минут просмотрели. Кому-то из вас я подарю промокод случайным образом. Ну, наверное, не всем. Хотя посмотрим, может быть, только один человек это вообще все досмотрит. Короче, да. Эти перчатки, ну, 600 голды. Синие. Что с них взять? Обычные перчатки. Ничего в них такого нет. Такой полимер, камуфляж. Очень дешево. Дальше это вот эти перчатки. Я бы им вообще 400 голды дал. Что это за стрём такой? Мне они очень не нравятся. Какой-то коричневый для меня цвет. Утилити это чисто взять и выкинуть называется на помойку. Давайте возьмем топ перчаток. По моему месте топ-1 это будут спектралы, топ-2 гангстерс, топ-3 красный, топ-4 зеленый. Зеленый и красный будут примерно на одной из стоимости. С зелеными можно хотя бы прикольно сеты собирать, так же, как и вот с этими красными. Очень много у нас оружий, которые идеально подойдут под эти сеты. Стоимость их я бы начинал от 1100 голды, но, зная нашу аудиторию, она будет еще ниже, поэтому у вас, в принципе, не так много надо голды, чтобы собрать себе какой-то крутой инвентарь после выхода этого голдпасса на рынок. Дальше. Это спектралы и гангстеры. Пока непонятно, какие будут дороже. Мне кажется, спектралы будут дороже. Они круто смотрятся. У них есть разные паттерны. Их можно подобрать. Я себе по-любому возьму эти перчатки, побегать, посмотреть. Ну, этим бы я дал больше 1500, 1600, 1700 голды. Это моя оценка. Я бы даже им дал больше 3000. Круто смотрятся перчатки. И гангстеры. 1200. Но фактически, когда они выйдут на рынок, мне кажется, они будут стоить где-то 1500 голды максимум. Потом будут расти. Конечно, на старте может быть цена прыгать там 1500-2000, поэтому если она будет достигать 2000, сразу сейлите, продавайте и закупайте что-то подешевле, чтобы окупиться. Там наклейки, потому что наклейки, как правило, они очень низкие. Их много, а перчаток не так много. Соответственно, их там пробустят. Да, первое время вы их продадите подороже. Купите на эту сумму дешевых наклеек. Потом дешевые наклейки когда-то продадите в дорогие. И уже купите себе эти перчатки, когда они опустятся по низу рынка. Вот. То есть по перчаткам как-то так. В принципе, здесь по Gold Pass у нас все граффити я не рассматриваю. Вы можете их сами также проанализировать элементарно, потому что... Что по граффити? Давайте вот я просто поставлю элементарный вам фильтр. Сколько стоит граффити? Последние с двух, трех пассов, даже давайте с четырех пассов. Максимальная Аркана стоит не больше 10 голды. Подумайте сами. Граффити это просто ноль. Да, они крутые, но ими никто не пользуется. То есть я думаю, если введут какую-то моду на эти граффити, будет круто. Но я считаю, что это бесполезная фигня, которая просто разводит нас на кэш. Вот. Если вы хотите, чтобы я записал ролик после уже выхода Gold Pass, уже посмотрим цены, какие у нас есть, что закупать, пишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Я обязательно все это дело посмотрю, запишу, и мы с вами сделаем там крутой ролик. Скоро у нас уже обновление Хэллоуинское, скоро у нас уже аренда скинов. С арендой скинов тоже придумаем что-нибудь, как из этого получать выгоду, потому что я знаю, что если выставлять свои скины, то вы будете получать какой-то процент за их аренду. Это круто, потому что многие скины лежат у меня мертвым грузом, с ними ничего не сделать, продать нельзя. Вон у меня 5000 предметов в инвентаре. 5000 предметов в инвентаре. Вы просто представляете, сколько это вообще, в принципе, я могу выставлять даже все по одной голоде и лутать вот просто сколько голды. Ну, посмотрим, попробуем. Друзья, на 17-й минуте я заканчиваю этот видеоролик. Я рад, что хоть кто-то досмотрел его до конца. Вам большое спасибо за просмотр. Всем хорошего времени суток, дня, утра, ночи. Короче, всем пока. Обязательно переходите на Twitch. Мне будет приятно.